Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров. И сегодня у нас вторая часть защиты карака. Работаем за черт. Итак, на прошлом занятии мы обсуждали систему классическую, возникающую после хода коньц 3, коньц 2. Мы набросали ряд вариантов. Естественно, не так глубоко, совсем чуть-чуть, но тем не менее. А вот сегодня мы поговорим о другом позиционном, классическом тоже ходе, ходе Е5. Ход Е5 на сегодняшний день является, наверное, таким самым главным оружием белых. Они постоянно здесь ставят проблемы. Даже будучи опытным позиционным игроком, вам здесь необходимы точные знания. Ну, после Е5 белые обеспечивают в себе пространственный перевес. Ну, и в дальнейшем пытаются за счет этого пространства, за счет этой пешки, обеспечить дальнейшее давление. Черные, в свою очередь, должны, естественно, подрывать пешечную цепочку, в частности, пешку Д4, ходом Ц5. И вот уже здесь, здесь, у черных есть два варианта. Либо Ц5 сразу, то есть они как бы теряют немножко темп с одной стороны, но у них живой белопольный слон. Либо выводить слона на Ф5. Слон С5 более популярный, и где-то в 2000-х годах этот вариант, именно вариант с Е5, он ассоциировался с двумя системами. Первая система, это классическая, конь Ф3, слон Е2. И вторая, классическая, на то время, система, которая периодически всплывает. И на сегодняшний день, это вариант конь С3, Е6, Ж4. Вот с этим вариантом были связаны немало ярких партий, колоссальное совершенно количество ярких игроков современности. Играл этот вариант, ну, начиная с Каспарова, Широва, Грещука. Причем Грещук играл за оба цвета этот вариант, я помню. И вот этот сверх-ультра-агрессивный вариант, он, скажем так, сразу же навевал болельщикам и просто любителям шахмат колоссальное сражение. Когда видели, что начинается вариант Широва, образно говоря, или, я еще раз говорю, неточное название, я не помню этого варианта. Но так или иначе, вот эта позиция игралась постоянно. Ну, с приходом компьютерных программ, черные научились здесь грамотно обороняться, грамотно контр-игру проводить. А вот в 2000-е годы очень много ярких именно побед, причем за оба цвета, то есть настоящие боевики, настоящие гусары шли в эту позицию. Итак, конь Е2, вот это вот основная теория. Здесь черные играют С5, они должны торопиться подрывать центр. У белых продолжение 2, слон Е3 и А4. Наиболее популярным на то время был ход А4. И черные отвечают H5, белые играют конь F4. Вот такая вот идея. То есть белые готовы свой центр на время оставить, но заняться, как сказать, расшатыванием обороны черного короля. И эта позиция, конечно, она крайне известна. Черные, да, также ход еще и слон Е3 здесь есть. Так, не так давно даже сыграл сам Каспаров. В Альблиц, по-моему, или в Рапид, не столь важно. Ну, в общем, основная идея была в том, что черные оставляют пешку на H5 под боем. Белые ее часто забирают. Ну и вот после, скажем, CD или предварительного конь С6, черные просто делают именно ставку, делают на то, чтобы разбить эти центральные пешки. Да, здесь, конечно, большая теория. Здесь колоссальное количество идей партии. Опять-таки, вот можно посмотреть партию Наидич-Ластин. Можно посмотреть партию Широв-Грещук, по-моему. Я сейчас сразу не скажу, но вам будет чуть похоже. Вы увидите все это на экранах. Значит, ну, суть такая, что я вот сегодня хочу вам предложить не ход слон H7, а достаточно интересный и мало кому знакомый, хотя не менее агрессивный, ход конь С6. Ход конь С6 заставляет белых играть очень конкретно. Опять-таки, вы, по сути дела, перехватываете игровую инициативу и заставляете белых уже думать своей головой. Ну, они должны забирать на G6. И вот мы сейчас видим, несмотря на то, что черная структура изменилась, и вот мы видим какие-то трудности. На первый взгляд, король приоткрыт встал. Но черные делают ставку на центр. Потому что у них, если они успевают разбить этот центр, у них получается шикарная позиция. Если мы пробиваем пешку G4, то черный конь с G8 сразу же идет на F5. Как мы понимаем, это тоже поле достаточно серьезное, стратегическое. И вот теперь перед белым становится вопрос, как, в общем-то, защищать эту центральную пешку. Они, конечно, могут бросить все это дело, напасть на G6 в ответ. Но в этом случае черные играют СД. Взятие играет просто король D7. Король на D7 защищается от всяких несгод, от всяких атак за этим панцирем пешек. Центральная пешка на E5 тоже может с темпом упасть. И таким образом черные здесь имеют достаточно крепкую и, возможно, уже позицию с перевес. Ну, в общем, здесь мы не будем сейчас говорить о том, какие здесь опасности отжидают белых. Но они совершенно очевидны, что есть. И белые, допустим, играют конь E2, черные играют ферзь B6, продолжая таким образом нагнетать обстановку вокруг пешки D4. И белые здесь должны бросать на самотек центр. Играет конь F4, потому как в центре, если играть, ну, этот ход, по сути дела, ну, мало чего, что они ничего не делают. Так и черные могут спокойно взять АЖ, например, затем пойти конь А6, конь F5, продолжить давление на пешку D4. Также они могут взять СД сразу. СД, СД. Главное, не зевнуть, потому что после шага слон D2, естественно, брать на D4 сейчас невыгодно. После взятия, взятия будет шаг на А4 и теряется фигура. Поэтому в этой ситуации, конечно, здесь, ну, вы можете сыграть через шаг, потом забрать АЖ. Можно что-то еще сделать, но так или иначе... Прошу прощения. Так. Так, так, так. Да. И получается, что у черных здесь совершенно идеальная позиция. Да. Ну, а в случае вот хода коня F4, как я уже сказал, у черных здесь есть замечательная идея. СД, конь UG6. Первый раз она была использована в 2002 году. В партии Поливанов-Ильин 2002 год. Артем Ильин, известный гроссмейстер. Вот такую партию провел достаточно колоссальную, я даже сказал. На король Е2 поставил ход конь Е7. Очень интересный ход. Жертва ладьи на АЖ8. Ну, такой достаточно конкретный ход. Белые съедают ладью, а черные просто съедают пешку на Е5. Идея в том, что черный готов дать шаг, король на Е2 сейчас в опасности, и у него нет нормальных полей для отхода, как мы видим. То есть, любой там ход типа слон F4, сразу же ферз А6, и выясняется, что белые остаются без ферзя. И белые здесь, по сути дела, должны рисковать. То есть, у них здесь выбор между F3 и F4. Один ход правильный, другой ход неправильный. Что самое интересное. Вот как вот определить, какой правильный, какой нет, в такой дикой позиции. Но, вообще, на самом деле, вот, если играть F4, если играть F4, то партия проигрывается сразу. Вы играете D3 шаг, очень важный шаг. СД бьете, конем на Ж4, грозит шаг на F2. И, посмотрите, защиты от шага практически нет, кроме D4. В этом случае черный конь еще один вылезает на F5, и начинает продолжать вот эту активную, активную игру. В случае хода короля F3, совершенно дикий ход короля F3. Черный здесь не забирает на D4, потому что, на самом деле, ничего не грозит. А делает совершенно тихий, колоссальный ход ладец C8. Идея этого хода в том, чтобы пойти ладец C2. Смотрите, какая интересная, тонкая идея. И инициатива черных продолжается. Мы видим, что какие-то шаги на А4, они лишь временные. То есть, черный спокойно, спокойно убирают короля, скажем, на Е7. И шаги после конь G6, король, скажем, ну не знаю, F6, они заканчиваются. Так как после хода конь Е5, ну, черный сразу же начинает приступать к атаке. Матовые атаки. Ферз уже идет на F2. Ну, в общем, здесь нетрудно догадаться, что с таким королем прожить крайне сложно. Да. Ну, а какие-то другие защиты. Ну, например, слон D3, допустим, чтобы защититься от шага от ладеца 2, вторжения. Ну, черные могут продолжать вот эту вот дикую игру. Грозит мат на F2. И мы видим, что сложности опять-таки с ходами. Допустим, ферзь Е2. Ну, и вот черные здесь могут комбинировать вплоть даже до таких сумасшедших ходов, как конь Е5. Посмотрите, такой здесь замечательный шаг. Брать теперь на Е5 ферзем плохо из-за ферзь БД3. И на слон Е3 последует ход ладеца 2. Видите, каждая фигура черных сыграла практически свою роль. Грозит опять-таки мат. Слон связан. То есть, жуткая совершенно атака. Конь на F5 колоссальное положение имеет. Никакие шаги сейчас не спасают, потому что черные просто холодно защищаются. Плюс еще и конь D4 добавляется. В общем, совершенно дикая, дикая атака у черных в этом случае. Ну, а в случае FE мы видим, черные дают шаг. Ножи 4, король F2. И продолжает вот эту вот совершенно дичайшую инициативу. Могут брать на C1. Играть конь Е3 шаг. Черные уже отдают ферзь. Белые отдают ферзя. Ну, а дальше, дальше, в общем-то, мы видим, что слон с ферзем здесь очень здорово вокруг короля вьется. Может быть, еще сильнее продолжение у черных по ходу движения этого есть. Но так или иначе, они близки к победе. В общем, какая-то страшная совершенно атака. Ну, а в случае вот F3, в случае F3, для чего, кстати, додуматься, наверное, тоже крайне непросто. Черные могут смело играть длинную урокировку. Мы видим, что как минимум, отъедают они коня. При страшном положении белого короля на Е2 они продолжают свою атаку вести. И белому достаточно непросто находить грамотные, правильные ходы. Вот такой вот вариант с конь C6 я вам сегодня показал. Мне кажется, он может никак не уступать продолжению слона H7. Или может просто удивить вашего противника. Будь то короткая дистанция, или, быть может, таблицы, или даже длинные шахматы, как мы говорили, классические. Так или иначе, ход конь C6 вы можете пробовать, использовать партии. На этот счет достаточно мало. Анализируйте, смотрите. И вот такие вот агрессивные идеи вы можете использовать в защите карака. Каракан кусается, и вы увидели сегодня, как черные не просто защищаются. Играйте каракан. Ждем следующего занятия. Всем успехов. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok